Ровно в 12.00 Елизаветинский крестный ход вдвигается из Ильинской церкви села Ильинская. Путь пролегает в местах благотворения великокняжеской четы московского генерал-губернатора Сергея Александровича и его жены Елизаветы Федоровны и членов семьи Романовых. Следуя мимо деревянного здания родильного приюта, построенного великим князем для местных жителей. Слава Отцу и Сына и Святого Бога! Елизаветинский крестный ход, родившийся как приходской, достиг общероссийского масштаба, собрав паломников из России. Приехали прихожане Елизаветинских приходов Москвы, Московской области, приходов Калуги, Екатеринбурга, Перми, Твери, Израиля, Германии. Конечно, с молитвой идут прихожане всех храмов Одинцовского благочения, представители общественных организаций, благотворительных фондов. Всех объединяет одно – активная благотворительная деятельность по примеру великой княгини Елизаветы Федоровны и сохранение памяти и исторической правды о Романовых. Эти люди реально помогают больным и серым, ухаживают за немощными, ведут научную деятельность, издают книги, устраивают конференции, музейные экспозиции. И все для того, чтобы молодое поколение знало российскую историю. Крестный ход, без сомнения, радостная встреча елизаветинцев, друзей, единомышленников. Мне кажется, вот это радостное настроение, оно создается как раз тем, что непрерывная цепь исторических событий, она действительно врачует наши раны. Вот этот некий дефект, который появился в нашей исторической памяти. Таким образом, вот этим крестным ходом, этой молитвой, этой радостью соединяются цепь истории. Игумение Иерусалимского монастыря Марии Магдалины, где мощами своими пребывает святая Елизавета Федоровна, старается не пропускать Елизаветинский крестный ход. Люди все, видно, интересуются историей, а маленьким детям, наверное, это очень много, наверное, даст будущему поколению. Они, наверное, вот этого еще больше, как губки такие сухие, вот все приемливают в себя. Наверное, это живая история. Священник Феликс Стацевич из Королева вместе с приходом помогает одиноким матерям, спасает от греха детеоубийства в очреве. Перенесли с понедельника именины Елизаветы Федоровны нашей, перенесли на сегодня, мы служили сегодня все вместе, вчера служили все ночью, пропели все стихиры, очень интересно было. Но это, так сказать, как это сказать, это, ну, плановое, что называется, это праздник тоже всегда. Да, а тут как-то еще вот всех повидать, я вот просто очень рад, я просто каждый раз из Стацева приезжаю. Господь говорил, когда собираются двое или трое, то я буду посреди них. И крестный ход, это как бы общая молитва, все поют молитвы, читают акафисты, ну, как бы больше слышатся молитвы. Конечно, 120 лет назад Романовым не было необходимости проделывать пешком многокилометровый путь, чтобы попасть из летней резиденции в зимнюю. Из усадьбы Ильинская, расположенная непосредственно у Ильинского храма, на лодках они переплывали реку и оказывались в усадьбе Усова. Тысячи нынешних крестоходцев на пяти плотах преодолевают водную преграду за два часа. Безопасность на воде обеспечивает служба спасения профессиональные водолазы. Переправа на плотах через Москва-реку – самая захватывающая часть крестного хода. В это время на берегу читается акафист преподобному ученицу Елизавете Федоровне. Рады всем спасения грешников теплой, податай всем. Окончив хвалебно-благодарственное пение святой княгини, шествие приближается к месту исторической усадьбы московского генерал-губернатора. Сегодня здесь резиденция президента России. Из-за ограждения виден шпиль Спасского храма, того самого, в котором молились Романовы, и где настоятелем служил друг и сподвижник Елизаветы Федоровны, священник Сергий Махаев. Уже семь лет, как попечительством Владимира Путина в селе Усово, восполняя правовую справедливость, построен новый Спасский храм, где в честь Елизаветы Федоровны и священномученика Сергия Махаева освящены пределы. Крестный ход делает еще одну остановку у здания школы, которую в 1874 году на свои личные средства для местных детей построила мать великого князя Сергия, императрица Мария Александровна. Читается Евангелие. От Матпея, святаго Евангелия, чтение. Слава тебе, Господи, слава тебе. Сегодня здание школы переживает второе рождение в качестве историка Краеведческого музея. Вскоре крестоходцы под колокольный звон достигают своей конечной цели. Несмотря на дождь, начинается молебен под открытым небом. Услышанный Боже наш Спасителю всех концов земли и сущих в море далече. В своей проповеди архимандрит Нестор призывает последовать примеру святой Елизаветы Федоровны, напоминает о ее жертвенном служении Богу и людям. Суть нашей веры в одном предложении. Возлюби Господа Бога твоего, как самого себя, и ближнего. Твой единая заповедь любви. Вот что ждет от нас Господь. И вот чем ответила ему великая княгиня. Тем временем все готово для подкрепления сил крестоходцев, проделавших шестикилометровый путь. Для них приготовлены горячий обед, выпечка, чай. А в Доме Пречта просветительская программа. Ольга Винтер, Артем Ломоносов. Одинцовское благочиние. Телекомпания Одинцова.